В то время, когда жил Иоанн Златоуст, конец 4-го столетия, он официально святой, как и Златоустый Иоанн, Феодосий, великий в православной традиции, является святым. Но, к сожалению, сам Феодосий, он как раз именно антисемитизм, как идею, как доктрину такую, что ли, государственную и религиозную, в общем-то, он ее и проталкивал в общество византийское. Да, но я сказал, что задолго до Златоустого Иоанна антисемитизм уже формировался, и эта гидра, она уже была в церкви. Так вот, где эти корни? Говорят историки христианские, и не только христианские, что уже в конце первого столетия, начало второго столетия, через каких-то, может быть, даже меньше, чем сто лет после Иисуса, уже начались такие поползновения. Когда храм был разрушен, и когда еврейский народ, уцелевший после этой бойни, рассеялся, и уже потом во втором столетии, когда было великое такое рассеяние началось еврейского народа, Так вот, формировалась идея антисемитизма, теория замещения сама формировалась, и она формировалась главным образом на Западе, в западной части империи, Именно в Риме, и именно среди служителей этого великого города, будем, столицы. Как утверждаются историками, римский епископ Виктор такой, или как папа, пишут Виктор, он впервые заявил примерно следующее, Папа Виктор, во втором столетии, через сто лет после Иисуса, так проще говоря, через сто лет после Иисуса, Он заявил, что раз евреи рассеяны, и очень жестоко рассеяны, раз храм разрушен, и слова Иисуса исполнились буквально, То он сделал вывод следующий, и раз большая часть еврейского народа не признает Иисуса как Мессию, как Христа, Так вот, он сделал вывод следующий, значит Бог отрекся от своего народа. Знаете ли, он сделал вывод этот, пренебрегая местами Писания, пренебрегая Библии вообще всей, Лишь на основании вот того, что он видел, на основании того, что он переживал... А, понял. Я возьму этот микрофон, включите второй микрофон. И, друзья, на основании того, что он видел, он сделал такие выводы. И дальше, больше, этот епископ Рима, он предложил следующее, он предложил, ну не предложил, а решился узаконить традицию, которая была уже в западных церквях того времени. Празднование Пасхи, празднование праздника Пасхи, не в одно время с евреями, не 14-го Ниссана, а, значит, позже получается, воскресным днем. Тем более, что для римской религиозной традиции это было очень близко, будем так говорить. И вот, и епископ Рима, как епископ столицы, он решился на то, чтобы заявить по всем церквям, особым посланием таким, значит, что отныне мы христиане все, давайте договоримся, будем праздновать Пасху, не в одно время с евреями, от которых Бог уже отрекся, отказался, но давайте будем подчеркивать, как бы, свое, уже новое положение свое, как христиан уже, по сути, ну, пренебрегающих своими корнями еврейскими. Мы будем праздновать Пасху в другое время, позже, воскресным днем. И вот, и сказано, как бы сделано, часть западных церквей поддержала эту инициативу, но восточные церкви многие, они отказались, даже, ну, во-первых, по двум причинам. Во-первых, они не стали нарушать традицию, которая была, ну, самок, они, я читал ответ малоазиатских епископов, папе Виктору, они написали, что мы не хотим менять традицию, которая от самих апостолов, мы знаем, идет, от самих апостолов празднования Пасхи 14-го Ниссана. И зачем нам менять эту традицию? Мы приняли ее от самих апостолов Иисуса Христа. А во-вторых, почему протестовали малоазиатские епископы? Они написали, что, будучи епископом Рима, ну, вообще нелепо, вот, пытаться манипулировать всей церковью, пытаться ставить условия для всей церкви, для всех христиан. Зачем? Ведь не папа глава церкви, не какой-то епископ или пастор, даже самой большой церкви является главой церкви, а главой церкви является сам Иисус Христос. И не номинальной главой, не свадебным генералом на Перу людей, как бы, да, а настоящим, реальным главою церкви. Опять-таки, как главенство Иисуса практически осуществляется? Павел написал епископом, церковь, говорит, повинуется Христу. Как? Омыто банию водную посредством слова. Я, друзья мои, подчеркиваю, посредством слова главенство Иисуса осуществляется в его церкви. Главенством его слова. И через свое слово он осуществляет свое руководство, практическое руководство своей церковью же. И реальным своим присутствием также. Так вот, друзья мои, к сожалению, вот то, что Виктор, Папа Рима или епископ Римский начинал, как бы, это было лишь началом, истоком каким-то. Оно впоследствии имело продолжение. И очень такое, ну, трагическое продолжение. Я читал письмо, есть перевод на русский язык, письмо Константина Великого, императора Константина, который взялся, ну, будем так говорить, церковь легализовывать. Это было в 313 году. Я несколько дат, наверное, дам. Не буду вас загружать датами. Но некоторые, давайте мы запомним. Те даты, которые, ну, стали в истории очень такими, как бы, значительными датами. В 313 году начался процесс легализации церквей, и, будем так говорить, политика римского государства стала меняться в отношении церкви. Церковь была уже негонимой, а наоборот даже признаваемой. Стала на, будем так говорить, на великом положении в государстве. Потому что церкви передавали здания, земли и прочее. Церкви легализовавшиеся имели привилегии определенные. Они имели свободу от налогов многих. Они имели привилегию, значит, строить здания даже за счет государственной казны. Значит, Константин, он сделал очень много жестов таких, очень серьезных. И многие церкви, не все, но многие церкви, они легализовались. Стали, как бы, ну, проще говоря, регистрированным братством. Вот есть, допустим, вот как вот в нашей истории, недавнейшней истории, советской, допустим, есть регистрированное братство, да, допустим, баптийское, писательское, а есть нерегистрированное было такое. И вот, и нечто подобное было в то время, нечто подобное. Масса церквей, как считается, основная масса церквей, они избрали путь легализации. Потом из этих легализовавшихся церквей, к сожалению, ну, в общем-то, началось формирование вот такого ритуального христианства, а государственного христианства со временем. О нерегистрированном христианстве мы мало что знаем, очень мало. Дело в том, что к шестому столетию это братство было, как считается официально историками, было истреблено гонениями. А до шестого столетия оно было еще терпимо, как бы, мы читаем из, допустим, некоторых источников из истории христианства до самого времени Юстиниана, до середины шестого столетия, о том, что у них были и свои конгрессы, свои соборы, свои храмы, даже в столице порой храмы были. То есть, эти христиане, они параллельно развивались, параллельно они существовали в империи. Ну, порой терпимо, порой гонимо, но были. А при Юстиниане они уже потеряли всякий статус вообще и объявлялись вне закона, и их имущество было конфисковано, здания были отобраны, подверглись репрессиям, и официально уже не было никаких упоминаний о тех христианах, которые были вне официальной вот этой мега-структуры римско-византийской православной католической церкви после Юстиниана. Но, так вот, часть легализовалась, это было свыше ста союзов церквей. Очень много, представляете, свыше ста союзов объединений религиозных. И в процентном отношении это было тоже очень много. В городах, как утверждается историками, было порядка 10% населения, объявивших себя христианами. Это очень великий процент. Представляете себе, 10% населения. Вот в Киеве сколько сейчас населения? 3,5 миллиона или уже больше? Около 5 уже? Да вы что? Даже 4 возьмите, да? 4 миллиона. Представляете себе, если 400 тысяч человек в этом городе скажут, мы христиане. Вот это сила, представляете? 10% это очень много. И, так вот, я знаю, в Днепропетровщине, вот у вас там, батюшка, Першатравинск, город, да? Першатравинск. Вот там, значит, вот отец Борис, он с Днепропетровщины. Вот там, в Першатравинске, маленький городок, порядка 30 тысяч населения и около 3 тысяч членов церкви. Вот это церковь нового поколения. Пастор Андрей Тищенко. Вот я был там не раз, и я был очень сильно вдохновлен и удивлен этим. Представляете себе, 10% населения города этого, оно, члены этой одной поместной церкви. Представляете себе? Думаю, вот это да, слава Богу. Ну, скажу, что это впечатляет. Когда масса людей вот так вот заявляет, что Иисус есть Христос, есть Сын Божий, Спаситель. Это впечатляет всегда. И, конечно, хочется иметь качество великое, но даже когда количество есть впечатляет, очень даже впечатляет. Так вот, дальше, друзья мои. Константин после 313 года до 325. До 325 года.